Я говорю то, что есть. Я уже не первый день здесь. Непрерывно развратничают, показывают. Это самое поганое место в Библии. Курят непрерывно, пьют. Да. Гибель одна. Сатана созвал в одну кучу людей, чтобы только на митинги на Майдан не ходили. И блуд собрал всех сюда, со всего мира. Слава Иисусу Христу! Слава! Что? Помоги? Если вы... Если вы хотите поговорить, то сядьте прямо, очки снимите, и можете задавать вопросы. Ноги уберите, чтобы лицо было ваше, а не ноги здесь, в экране. Так не садятся. Это симптом я больше никак не могу. Извините, пожалуйста. Мы можем что-то сказать. Мы пришли в это место разврата, чтобы людям показать, как надо жить. Да, да, да. Хочу я это увидеть. Все, я готов. Чтобы люди пришли с покаянием к Господу нашему Иисусу Христу, который умер за грехи людей. Потому что жизнь это одно мгновение, и мы уже на той стороне, а там вечность. И в вечности только будет мучение с дьяволом в геянии огненной, в огне, или с Богом в раю. Других мест нету. Да, я знаю. Ну вот и все. Половина мужиков голая валяется. Пожалуйста, помолиться за меня немного, чтобы я вот, вот у меня немного в жизни такое, это как вот, ну блин, как вот, всего сам добиваюсь, ну блин, чтобы, ой, как я не могу, блин, вот это говорить. Вы ничего не пейте, ничего не курите. Первое, объявите пост, сходите в храм божий к священнику на исповедь и считайте святой Евангелие. У вас сразу все исправится. Живите по нему. Правда? Да, абсолютно. А я сейчас пью-пью сижу. Только не ругаться. Все пока. Вам понятно, что... Да, я, во-первых, справду не хочу ругаться. Что я вам сказал, понятно? Да. Пойдите в храм божий, купите Евангелие. Считайте, Иисус умер. А Евангелие это? Это иконку, да? Не иконку, Евангелие. Книга, книга Евангелия. А, книга. Вот, смотрите, смотрите. Ух ты, слушай, большая. Я просто читать не люблю. Ну, все тогда. Тогда вам не исцельного, не любите раз. До свидания, пока. Ну, я ее буду читать. А это... Считали Слово Божие. Можешь меня тоже просветить? Шли по Евангелию. Ходили в храм к священнику на исповедь. Верили во Христа Спасителя, который умер за наши грехи. Вот зачем мы здесь. А ты можешь меня просветить, пожалуйста? А вы можете не ругаться, когда будем говорить? Да, я не буду ругаться. Не удаляйтесь, не выключайте, пока не простимся. Можете? Да. Все, я слушаю вас. Говорите вопросы. Можете меня просветить вообще, что такое... Ну, вы православный, да, человек? Да, я православный проповедник, христианин. Проповедник, да. Можете ответить на такие тогда вопросы? Они слегка, как бы, может, немножко неловкие, но довольно-таки такие, я считаю, стоящие, которые нужно обсудить и отговорить. Вот смотрите, я тут недавно такой сижу в интернете, получается, и вижу такой видеоролик, что один священник, вот, ну, я не знаю кто, но где-то в Москве это происходило, едет на Мерседесе, вот, ну, на дорогой машине, грубо говоря, вот, которая стоит, ну, достаточно дорого. Получается, подрезает другого человека, вот, при этом останавливается и начинает себя вести, скажем так, не очень корректно, то есть, ну, неправильно, и выражался нецензурной бранью в ответ по отношению другого водителя, который не нарушал правила дорожного движения. И как вы можете, ну, объяснить вот эту вот ситуацию? Этот человек значимый в церкви, который очень, ну, такой значимый, то есть не самый там последний человек, и почему они так себя ведут и так поступают, просто у людей теряется вера, потому что складывается впечатление, что это все создано ради денег. Ну, сказали вы все как есть, отвечать нечего, уже сами и ответили, что поступает неправильно, чужой человек. У Христа было 12 учеников, а один вор был, вор, иуда, предатель. Ну, и как так? Свободный выбор. Он выбрал такой путь, и это все кончится. Никаких Мерседесов мне не видно, я их не вижу и не знаю. У меня свое бревно, я должен трудиться сам. У меня, кроме ржавого велосипеда, никогда не было ничего. Я благодарю Бога за то, что у меня есть. Каждый день начинается с молитвы, мы благодарим Бога семикратно в день. Мы радуемся, что Иисус умер за нас, что Он оставил нам Святое Слово Свое, где говорится о том, что Он страдал на кресте и через три дня воскрес. И благодатью Божией Он имеет право простить нас. Он есть лицо Второй Троицы, Бога-человек. И мне когда на кого смотреть, там, патриарх не такой, там, президент не такой, мне зачем это, когда моя душа перед Богом? Я должен иметь с Богом самые близкие отношения, радость, видеть нуждающихся, помогать людям, стремиться добро делать. А я буду заглядывать в чужой огород, зачем мне это? Он не такой, он за это ответит, на него найдется управа. Я с вами согласен, просто они представляют интересы церкви. Не надо это прикрываться высокими дифферамбами. Интересы, своя душа. Вы вот лежите здесь, сколько времени провели, с какой целью пришли в эту самую пакостную в интернете место рулетка. Мы пришли проповедовать. Если здесь мусульмане, я их стараюсь растрогать по их книге. У вас ничего под руками нету. И вы лежите здесь, здоровые, крепкие юноши, бороду бреете. На кого похожи? Вторая женщина? В доме вторая мама? Вы себя начнете? Скиньте разы. Слушайте внимательно. Слушайте. Потому что я вам говорю от опыта. Мне 81-й год идет. Я увидел столько в жизни, что вас, надо говорить, десятки людей, что вы увидите все. Меня Господь провел трудными путями. За слово Божие пять тюрем я за плечами держу. Лагерь. Крусили и в морозилке держали, а я еще живой. Для Бога это радость. Это моя награда эти страдания. Мы строим деревню православную. Извините, пожалуйста, можно вас перебить? Вы вот говорили про бороду. Я военный, получается, и меня требуют, чтобы я был опрятно выглядел. Ну вот непрятный негодяй лежит, отступник от Бога. Бог меня сотворил. Это картина Божья. Меня требуют. Уже скрылся подкаблучник. Никогда на это не иди. Ты мужчина. Знак бороды – это власти твоей над женщиной. А вы согнулись там, скажем, вонючим платьем. Лакаете я тут пакость. И все, пьют и пьют. Что-то огонь гиенский глушат. Вы серьезно посмотрите на жизнь. Чтобы у тебя как полыхала вера к Богу. Ради Бога. И что я буду бороду брить? Да разве можно это делать? Крестики надели, а сами ничего не верят. Ты будь таким христианином, который знает. Я умру, а там суд Божий. Там гиена огненная с дьяволом. Или с Богом в раю. И все это определяется сегодняшней жизнью на этой земле. Успеть покаяться. Получить благодать от Бога. Ходи в храм Божий, в церковь. Исповедуйся. Считай Евангелие и выполняй его. Я вам оставлю сейчас ключик. Если вам нужен был я, вы меня найдете. Записывай. Два слова. Пиши. Игнатий Лапкин. Давай. Ага. Если не знаете, как написать, напишите здесь и к мне пошлите. Я проверю. Правильно пишите? Игнатий Лапкин. Напишите, я посмотрю. Геннадий. Игнатий. Вы Геннадий. Игнатий. Даже имя такого не знаете. А не Вовке, да Кольке, да Игоре. Да как не знаю, знаю. Игнатий. Игнатий. Лапкин. Напиши мне сюда. Пошли, я проверю. Сейчас, сейчас. Вот совершенно, совершенно правильно. Теперь это сохраните для себя, чтобы не пропало. Сохраните. Вот теперь, если вы зайдете по скайпу, скайп, такая связь. Сохранил. Игнатий Лапкин, по скайпу. Я вам скину наши ресурсы. У меня очень большой видеоканал. На канале, на нашем, 17 400 видеороликов. Мы строим православную деревню. Знаете, что, я хотел у вас вот еще, можно вопрос еще один задать? Можно, только запомните по скайпу. Если на меня зайдете, напомните, что мы разговаривали. Вы получите от меня все данные. Большой форум, мейл.ру. И вы увидите, другая жизнь есть. Никого нигде не смотри на него. А ты иди за Христом. Отвергнись себя, возьми крест и следуй за Ним. И тогда будешь беседовать. Говори. Вопрос еще задам. А вы же не можете утверждать, что Бог существует? А зачем доказывать, когда вы существуете? Если вы существуете, откуда вы взялись? Если вы ходите по Земле, вы должны знать, что Земля – это шарик, который несется со скоростью пули вокруг Солнца. Если вы это знаете, вы должны ужаснуться. Если это помнить, я сейчас где-то несусь в космосе. Ужас какой. Это Бог сотворил. И нигде не натолкнется на другую планету. Через определенное... Научно же все доказано уже. Все доказано. Ну так вот и все. Но кто это сотворил-то? Доказано. А то они готовы, узнают. Почему глаз наш видит? И не перевернутом состоянии. Но мы же не все видим. Мы не все видим. Мы очень многого не видим. О, кто сотворил это? Что слышим и не все слышим. Кто сотворил? Корова, черная корова, говорит, на зеленом лугу. Получается белое молоко. А из белого молока желтое масло. Почему? И это все у нас, если мы будем... Она ест траву. Эта трава у нее переходит рогами, делается выменем, мясом, шерстью. Мы едим молоко. Это оно превращается у нас во все клеточки тела. Как? Это Бог сделал. Какое доказательство нужно, когда солнце нас... Если ближе сгорели бы, дальше застыли бы. Если кислороду было бы больше, все бы сгорело на земле. Меньше дышать нечем. В процентном отношении все абсолютно точно. Кто это сделал? Еще один есть. Это великий Бог. У тебя есть вопрос еще какой-нибудь? Вы только запишите, Игнатий Лапкин, и по скайпу зайдите. Я там отвечаю студентам в университетах, где в пяти университетах вел занятия. На 4124 вопроса. Три радиопрограммы регулярно вел по радио. 13 школ, все отделы милиции. И ни один слово... Это какого города? Город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. Я в Новосибирске жил недалеко. Это вот рядом. Наши соседи. Так что, как звать-то вас? Меня зовут Даниил. Даниил. Так, минутку. Я уже не все знаю. Вот это из журнала православного. Я сейчас гляну, что оно означает в переводе на русский язык. Так, минуточку. Даниил. А, Б, Б, Г, Д. Ди, И. Даниил. Так, сейчас. Это очень даже просто понять. Даниил. Угличский. Интересно. А у него перевода нету. Даниил. Это что-то такое благодать Божия примерно. Слово Ил по-еврейски означает Бог. Вот, допустим, Илья. Бог моя крепость. Михаил. Никто как Бог. То есть у вас в самом имени заложено божественное. Я родился в день святого Даниила, и поэтому у меня бабушка... Вот так. Так и должно быть названо. Так и должно быть. Ну так, Даниил, понял, что я сказал? Да. Теперь зайди на наш сейчас YouTube. Сразу же. Он называется «Во свете Библии». Записывай. Да можешь набирать. Прям набирай сразу. Канал. Напиши. И сейчас откроешь его. Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И сейчас открой, и мы дальше продолжим разговор. Так, вот свете Библия. Игнатий Лапкин добавь. Это я. Теперь открывай. Что там получилось? Так, всё, открываю. Ну как? Если хотите узнать больше про душу, как спасти её, чтобы не попасть в ад, вы можете сейчас задать вопросы. Мы для этого здесь находимся, чтобы возвестить волю Божию из этой священной книги, называемой «Святая Библия». Если вопросы есть, можете задавать. Для чего человек рождается? Какая цель? Или у каждого своя цель? Или как она та общая? Ну как? Что это такое? Что это такое?